11.03 в столице. Доброе спортивное утро среды всем, кто решил его провести бодро, используя для духа и для тела. Ну, а говорю сразу, что я приверженец всё-таки традиционных видов спорта. Никто меня не спрашивает, почему эта деточка пошла заниматься волейболом. Никто не спрашивает. А вот я думаю, что сегодняшних наших гостей не единожды уже спросили, почему вы выбрали хоккей. Юрий Николаевич Новикова наверняка спрашивает, почему вы тренируете женскую команду. А Светлана Ткачёва спрашивает, почему вы занимаетесь таким неженским делом. Но, впрочем, об этом, наверное, мы тоже поговорим. Но сегодня будем говорить совершенно о другом. О профессиональном спорте, о профессиональном занятии хоккея и о том, как профессиональные девушки выигрывают профессиональные турниры. Да, чемпионат мира в Канаде завершился среди женских команд. Наши девчонки выиграли бронзовые награды. Поэтому, во-первых, поздравляю. Во-вторых, представляю сегодняшних гостей. Это помощник главного тренера Юрий Николаевич Новиков и Светлана Ткачёва, наша спортсменка, красавица. И, я так понимаю, ещё, помимо всего прочего, Свет, вы играете на позиции защитника, да? То есть, вы у нас защитница. Вот сегодня у меня такие гости. Добрый день, во-первых. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Я хочу сразу для тех, кто слушает нас с помощью радиоприёмников, с помощью интернета, хочу сказать, что у нас работает, во-первых, телефон 6510996 и код города 495. Если вы хотите позвонить и задать вопросы нашим гостям, то милости просим. Если вы готовы написать что-то и задать вопросы с помощью интернета, то тоже в вашем распоряжении сайт Финам.фм и программы странички на своём поле. В общем, всё в вашем распоряжении. Звоните, пишите, спрашивайте. Я, во-первых, конечно, хочу выразить своё искреннее восхищение тем, что вы привезли нам бронзовые награды. Но нам я имею в виду всем, кто за вас болел. Я перед тем, как чемпионат мира начинался, прочла обещание тренерского штаба, что едем мы в Канаду только за медалями. Вы медали привезли. Тяжело удались? Юрий Николаевич, давайте с вас. Я всегда говорю, что тяжело выиграть, а легко проиграть. И любая медаль, конечно, за любой медалью стоит очень большой труд, мужество спортсменок. Поэтому это очень высокая награда. Но мы просто напомним, что последний раз наши девчонки завоевывали бронзовую медаль 11 лет назад. Поэтому нам удалось сделать такой. В связи с тем, что такой был большой перерыв, а почему так? Почему только через огромный промежуток для спортсмена времени? Ну, Света участвовал в этом процессе. А мы-то с Михаилом Юрьевичем Чекановым, с главным тренером, только приняли в этом году. Поэтому мы как бы не несем ответственности. Нет, мы вас не обвиняем. Мы только пока хотим узнать, почему такой перерыв. Ну, я скажу, что вообще этот вид спорта очень серьезный. И он очень сильно развит в Америке, в Канаде и в Европе. А вот Света сейчас тогда расскажет, как она сражалась и как им доставались другие места. Свет, вы в команде в национальной... Сколько сезонов уже провели? Четыре. Четыре года. То есть вы тоже за все эти 12 лет, которые мы были без наград, не отвечаете. Только за последние, да? Что произошло принципиального, кардинального? Что принесли ваши новые тренеры в команду, в технику, в тактику, в физическую подготовку, в функционалку? Что изменилось? Очень много изменений произошло с приходом нового штаба тренерского. Ну, в первую очередь, наверное, это подготовка, это мотивация, большее количество сборов. Ну, как, вообще все изменилось. Вам тяжелее? Ну, конечно, немножко тяжелее стало, но у нас зато теперь есть результат. И это главная цель, как бы, мы уже идем к ней. То, что тяжело, это всегда тяжело. Ну, понятно, чтобы... В общем, мне, наверное, ни одна медаль не достается легко. Достигать каких-то вершин надо, прикладывать много усилий, это все прекрасно понимают и готовы жертвовать всем для достижения успеха. Свет, ну вот так, положа руку на кофточку, вы так хорошо начинали групповой этап, вы шли без поражений. И, собственно, мне казалось, что, в общем, вы близки к золоту. Вот лично для вас бронза — это успех или неудача? Да, для нас это большой успех. Успех все-таки, да? Да, конечно. Слушайте, вот еще, когда смотришь на счет, который был во время матчей и групповых этапов, вот это вот поражение совершенно сумасшедшее 1-8 от Канады, с чем оно связано? Ведь, смотрите, если я не ошибаюсь, там Финляндия — Канада — 8-3, Швейцария — Канада — 0-13. Это третье по такой вот громкости поражение. С чем связано? Почему так? Ну, там совершенно другой уровень хоккея. Вот. Развитие очень далеко уже ушло от нас, мы не можем догнать пока. Вот. В Канаде, Америке занимается огромное количество... Огромное количество девчонок занимается хоккеем и очень большое количество команд. То есть опыт, опыт, который у нас нет. Да, и массовость, конечно. Массовости у нас тоже нету, вот. И поэтому нам пока трудно с ними тягаться наравне, вот. Но постепенно мы уже... Бронзу-то отхряпали. Да, но бронзу не у них, а отхряпали. Ну, какая разница. Вот. Но все равно, как бы, уже вот счета у нас уменьшаются. Уже там один, два гола удается нам забить. Вот. Как бы, ну, уже так потихоньку подступаем. Надеюсь, что уже в ближайшее время будем играть наравне. Ну, до Сочи-то осталось-то всего ничего. Ну, до Сочи, ну, посмотрим. Но все равно сделаем все от нас завистищее. Не спорю. Юрий Николаевич, вот вы смотрите со стороны. Насколько преимущество велико у канадских хоккеисток, у американских? И в чем наши девчонки отстают? Я немножко вернусь, вот, скажем так, к первому вопросу. И надо объективно сказать, мы с Михаилом Юрьевичем Пчеканом люди скромные. И мы должны отметить, что все-таки хоккей в России женский потихонечку, но развивается. В этом году в чемпионате участвовало уже 9 команд. Вот. Это очень большое достижение. География очень широкая. От Красноярска до Ухты. До Ухты, да, созданы новые команды. Там, где похолоднее, да? Да, да, да. Поэтому, представьте, девчонки там играют в хоккей. И прогресс налицо. И вот это вот сейчас, скажем так, очень хорошее выступление девчонок на чемпионате мира. И, во-первых, отмечен на самых высших и политических, и спортивных кругах. Нас очень тепло принимал министр спорта Мутко, ну, естественно, федерация наша, Третьяк. Вот. Поэтому мы думаем, что развитие хоккея пойдет. И тогда нам будет легче конкурировать уже и с американцами. С американками. Да, да, да. Но говорят, что сейчас пол как бы убирается. Поэтому, если я как бы в общем говорю, то можно. Поэтому вот я думаю, что и надо сказать, у нас ведущий клуб, вот Света представляет Торнадо, Московская область, город Дмитров, показывает вообще феноменальный хоккей. Они третий год подряд становятся лучшими в Европе среди клубных команд. Поэтому, скажем так, наши позиции в Европе укрепляются. И мы вот должны эту позицию, скажем так, лучшие команды в Европе мы должны держать. Ну, а вот возвращаясь к моему вопросу, принципиальное отличие хоккея, который показывают американки и канадки от нашего российского, в чем? Ну, вы знаете, если вот наши болельщики увидят этот хоккей, и им никто не скажет, что играют девочки, они даже не поймут разницы между девочками и мальчиками. Настолько хоккей современный, настолько он един по всем тактическим, техническим каким-то исполнениям. И по скоростям? Да, абсолютно. Вот поверьте, я как бы основную эту часть тренингской работы провел среди мальчиков разного возраста, то когда я вижу, как играют девочки, ну, до сих пор я не верю еще, что так можно, на самом деле. Это просто удивительно. И вот наши девчонки, какие молодцы, когда вот бились за эту бронзу, это надо было столько мужества иметь, сражаться, что, я вам скажу, не для слабонервных. Девчонки, а вы когда, ну, Света, да, к вам вопрос, вы когда на лед выходите, вы уже больше не девочки, вы уже хоккеистки, вы уже спортсменки, да, вы уже пол где-то там оставляете в раздевалке? Да, конечно, оставляем. Мы бойцы, да. Ну, вот, на самом деле, это ведь большого мужества стоит с такого чисто спортивного, вдруг забыть о том, что у тебя там ногти, что у тебя нужно беречь стопу, что у тебя где-то там бедро болит, выйти и начинать биться. Есть такое? Да, есть. Забывай, что выходишь на игру, у тебя как бы цель-результат, а то, что там, как ты выглядишь, там, какие-то нюансы, это уже все. Вот, Юрий Николаевич, вы сказали, что у нас в этом году достаточно хорошие результаты на европейском, на клубном уровне, но при этом, наверное, все равно не такая конкуренция во внутреннем чемпионате существует. Да, стало не пять команд, а стало девять, но ведь уровень тех команд, которые присоединились, они же, наверное, пока не настолько высоко, как, допустим, Торнадо или там Нижнегородская какая-нибудь команда. Да, совершенно верно. Скажем так, уровень мастерства очень разнится между первыми командами и, скажем так, нижними. Но, тем не менее, нам самое главное — это расширение географии, расширение количества занимающихся, расширение команд, усиление внимания к этому виду спорта со стороны местных властей. Поэтому вот это, вот, скажем, для нас моменты, они наиболее важные. То есть сейчас все будет направлено на то, чтобы все-таки этот вид спорта развивался и, наверное, приходил к какому-то... Это олимпийский вид спорта, да. И вот еще раз, чем вот эта победа, ну, для нас это победа, скажем, для девчонок, вот эти бронзовые медали, они на самом деле выиграны. Вот говорят, серебро — это проигранное золото, а бронза — это выигранные медали. Вот, и для нас еще раз очень важно, чтобы это дало толчок развитию вот этого вида спорта, потому что, ну, и вот я взрослый человек, скажем так, у меня и дочка взрослая, и когда я смотрю, когда девчонки занимаются хоккеем, когда занимаются рядом с ребятами, то я для себя открыл вообще интересную вещь. Я ходил, вот смотрел, как Люда Белякова у нас такой есть, хоккеист, ну, девочка, естественно. Она играет за команду мальчиков 95-го года рождения. Уже, ну, скажем так, взрослые ребята, которые играют очень сильно. И она там играет в первой тройке. Да ладно? Девочка в первой тройке играет? Да, играет, да, играет не по, скажем, по... Не по-женски, да? Не по записи, не по какой-то протекции. Она заслуживает это место. Но я сейчас про другое, я для себя открыл. Вот я ходил, смотрел. Вот рядом с девочкой мальчик ведет себя по-другому. Он не может себе показать, что ему там больно, что он будет плохо тренироваться. То есть девочка в команде — это тактический ход тренера. Вот я могу сейчас вот как бы открыть секрет, и пусть каждый тренер это возьмет на вооружение. Пусть он введет в команду девочку, и команда будет на порядок играть сильнее. Потому что вот рядом с ней я же не могу показать, что мне больно, что я там разгильдяй, что я там какой-то рваный там или еще какой-то. Наоборот, мне хочется перед ней выглядеть хорошо. А ей в то же время тоже надо как-то ответить чем-то. Ответить трудолюбием, старанием. То есть это такой интересный момент. Вот я вот только что для себя это сделал. Тактические хитрости продолжим от нашего тренерского штаба. Сейчас на две минуты прерываемся, а потом возвращаемся в студию. Возвращаемся в студию. У нас сегодня интереснейшая беседа, потому как гости потрясающие. Во-первых, мужчина, который тренирует женскую хоккейную команду, и девушка, которая не боится выходить на лед и биться за победу. Не знаю, до последней капли крови или до первой света. У вас есть такое понятие выйти и биться, я не знаю, за победу, как настоящие мужчины? Или вы все равно девочки? Нет, есть такое понятие биться, потому что некоторые соперники, как на Чемпионате мира в игре с Канадой, приходится биться. Потому что победу хочется. Да, потому что хочется достойно сыграть и выиграть тоже хочется. Я еще могу добавить, что мы договорились, когда пришли в команду, что как только мы берем клюшки, мы уже не мальчики, не девочки, мы хоккеисты. Клюшку поставили девочке, а вот клюшку взяли, все, мы хоккеисты. Это правильно, наверное, только тогда приходят победы. Смотрите, я прочла совершенно потрясающую новость. Меня она, например, порадовала, что наша женская сборная по хоккею сразу поднялась на четвертое место в рейтинге сильнейших. После бронзы на Чемпионате мира ранее вы были шестыми. Собственно, это ведь хороший шаг в две позиции. И впереди только у вас кто? Канада, США и Финляндия. А вот с финнами, с финками, как правильно будет бороться? Мы можем на равных? На Олимпиаде, например, на той же? Да, конечно. Сейчас матч за третье место. Мы одержали победу. Легко было? Самый легкий был матч? Нет. Наверное, самый тяжелый был матч. Потому что матч за медали. Борьба была упорной. Мы выиграли. Слушайте, а размер площадки отличается от мужских? Или вы играете на стандартных? Какие у вас? Нет, мы играем на стандартных площадках. Все то же самое. Те, которые в НХЛ или у нас в России в КХЛ-овских размерах? На разных ход. В Канаде играли на НХЛ-овской площадке. То есть вы должны были еще приноровиться не только к чужому климату, справиться с психологическим волнением, еще и к площадке, ко льду как-то приспособиться? Да. Слушайте. Ну, такие рабочие моменты, это касается всех сборных. Поэтому в Канаде там немножко уменьшены площадки. В Америке, в Европе они немножко больше. Поэтому здесь плюс-минус такое. А есть какой-то вот, помимо тактического хода, Юрий Николаевич, вы сказали, что вот можно приглашать девочек в команду к мальчикам для того, чтобы тренировать. Есть какие-то у вас свои такие вот профессиональные наработки, ни у кого не подсмотрены, только ваши, которые позволяют, например, девчонкам после многолетнего перерыва вернуться в число призеров чемпионата мира? Ну, я скажу, что вот год работы с девочками для нас с Чикановым, это, скажем так, первый опыт. И поэтому мы только работали, я повторяю, с мальчиками. Да-да-да. Вот. И он вообще открыл нам, скажем так, ну, может быть, какую-то, скажем так, девичью душу там или женскую душу. Вот. И я хочу отметить, что вот если там девушка, это вот касается вообще социального момента, не только спорта. Если она во что-то верит, вот, и если она видит, что с таким же доверием и честностью к ней относится, то она как бы готова на все. Это еще раз, это не только, наверное, в спорте, это и в жизни. Нет, вот это надо учитывать, что девочек нельзя обманывать. Ну, Юрий Николаевич, согласитесь, что работать с женским коллективом – это, с одной стороны, особое удовольствие, потому что, как мне кажется, девчонки более восприимчивы. С другой стороны, это достаточно большая проблема, потому как психология женская, она позволяет в какой-то момент собраться, в какой-то момент расклеиться, и нужно уметь словировать между настроением девчачьим. Свет на меня смотрит так внимательно. У вас этого нету? Вы профессионалки? Нет, но то, что здесь, конечно, тренер должен быть и психологом, это обязательно. И мы это все учитывали. И мы, опять, щеканом выработали свои правила игры и поведения, свою философию, которую мы им рассказали, и объяснили, почему мы берем в команду одних, а не других. В первую очередь, моральные качества, спортивные качества. И нам удалось собрать коллектив. Например, мы вернулись к девочке, ну, скажем так, она уже взрослая, живет в Америке, Катя Пашкевич. И уже давно не была в России, не играла за сборную, хотя там где-то с мальчиками занималась. И когда мы ее брали, было много вопросов. Там тоже говорят, зачем вы ее берете, она не нужна, она там и хорошая, и плохая. Но мы были убеждены в том, что нам нужна вот такая взрослая, ну, может быть, почти женщина, сказать, которая уже знает жизнь, которая живет в Америке давно, которая не дрогнет нигде. И в ее присутствии тоже не будешь там что-то делать неправильно. Вот, поэтому вот мы построили коллектив, мы считаем, очень правильно, кирпичики эти выкладывали. И вот я скажу, что там Смоленцева, Катя, Борина, Таня, это вообще опора была команда, это взрослые девчонки, которые, в общем-то, и создавали вот эту вот как бы основу команды. Ну, а Света это еще молодая девочка. Любой же тренер вам скажет, наверное, и согласится, что должен быть, ну, наверное, по отношению к девочкам, это неправильное слово, ну, дед, да, в команде, который бы где-то помогал на площадке, в общем, был вашим рупором непосредственно уже на льду. Обязательно. Света, а вы так на меня внимательно посмотрели, так схмурились. У вас нету понятия, что вот у меня плохое настроение, у меня там дома какие-то неприятности, у меня там то болит. То есть для вас психологических перепадов не существует. Вы профессионалы до мозга костей. Если вы вышли на лед, все остальное осталось за льдом, так? Ну да, стараемся оставлять. Ну, конечно, тем более, если там чемпионат мира, то понятно, что там у тебя происходит в жизни, это не имеет никакого значения, ты выходишь, концентрируешься там. Ну вы же девочки, все равно, все равно же где-то что-то приболело, где-то как-то не так любимый человек смс-ку написал, все, настроение ниже нуля, нет? Нет, ну, на игру второстепенно. Вы молодцы. У вас хороший коллектив? Вы между собой дружите, общаетесь? Или у вас такой террариум друзей? Нет, у нас хороший коллектив, как бы общаемся, да. А было много вопросов по поводу того, кого взяли, кого не взяли, кто выйдет в первом звене, кто будет играть там, реализуя большинство? Или это все только на откуп тренера, и вы только подчиняетесь наставлениям ваших наставников? Да, мы не обсуждаем решения тренерского штаба, им виднее. Так что всем доверяем, на всех рассчитываем. Мы знаем, что каждый может решить исход матча. Юрий Николаевич, да вам повезло у вас профессионально? Нет, я вот, ну, может быть, на самом деле нам повезло, я так понимаю, под оплеку ваших вопросов, потому что проблем-то и, наверное, в женском спорте хватает, и в командных видах спорта это естественно. Но нам, наверное, на самом деле повезло, мы пришли в тот момент, в который мы должны были прийти. И, ну, самое главное, мы пришли со своей философией, со своим опытом, и как бы мы вот открыты были для девчонок. И я думаю, что они как раз и хотели, наверное, вот, уже соскучились по таким тренерам, которые их поведут вперед, и которые, на самом деле, с которыми можно добиться результата. Вот, а результат им совсем, им самим хотелось что-то выиграть. Потому что, ну, вот они играют, бьются, и, в принципе, где-то у них были возможности там подняться с шестых мест повыше. Ну, вот что-то чуть-чуть не хватало, не хватало. А любой спортсменке, любому спортсмену хочется выиграть. Вот, мы говорим, если ты взяла клюшку опять, ты идешь вперед. Нет, значит, ты отложи ее, скажи, я все, ребята, я пошла гулять там. Все, это право сегодня любого человека, там, мальчик, девочка. Но если ты взял клюшку и там взяла, все, уже тогда ты не дрогнешь. И вот нам так вот удалось, и мы получили сами удовольствие от общего такого общения. И пользу большую для нас, как опыт хороший. Ну, расскажите мне, вот, не то я, что заставляет тренера мужских команд? Вы много лет проработали с мужскими коллективами. Вдруг взяться за женскую, да еще и сборную? Ну, во-первых, для нас это очень престижно, понимаете. Ну, попасть, скажем так, в мужскую сборную, ну, практически невозможно. Да, там уровень, скажем так, квалификации, имен там звездный такой, что... Вот, а работать с девчонками, работать на уровне чемпионата мира, национальной сборной, это когда, опять вот, возвращаясь, когда нас назначили, скажем так, это была для нас очень большая честь и доверие. И мы понимали, что мы ставим свои имена тоже под какой-то результат. И чувствовали ответственность. И вот эта ответственность нас, скажем так, заставляла каждый день и думать, как тренировать, как себя вести, как разговаривать. Потому что, ну, скажем так, если бы мы не дали результат, ну, над нами смеялись, скажем, что вы сюда пришли. А коллеги не смеялись, сказали, о, ну вот, с мужиками не получилось, пошли девчонок тренировать. Нет такого пренебреживого отношения? Я скажу, что так, что, ну, скажем так, с мальчиками-то у нас тоже получилось что-то. У нас история такая есть, биография. Вот, поэтому здесь, я думаю, что нет. Но если бы мы, скажем так, не дали результаты, то вполне оправданно нас могли критиковать, и мы понимали, на что мы шли. Поэтому здесь, как бы, мы шли очень вперед, понимая, куда мы идем, и что нам нельзя оступаться. А с девчонками сложнее или с девчонками интереснее? Света внимательно слушает, так, что скажет тренер. Нет, нет, ну, здесь, я думаю, что каждая специфика есть, и у мальчиков, и у девочек, так, наверное, нельзя говорить. Вот, но еще раз, нам повезло, нам повезло, что еще раз, нам удалось собрать команду, и такую команду единомышленников, и самое главное, эта команда умеет играть в хоккей. Вот я еще раз говорю, если бы по телевизору посмотрели этот матч за бронзовые медали, когда мы играли с финнами, то я думаю, что полстраны бы вообще там махало, и валидол там, и все. Мужчины, наверное, там что-то крепче принимали бы, потому что был момент, когда Света сидела на скамейке запасных, а у нас там одна девочка выбегала с площадки, они там столкнулись, то есть там свой, не свой, на дороге не стоя, и все. Я вам скажу, что еще раз, если бы этот матч вы видели, то эта страна перевернулась бы. Вот, кстати, Света, и вам вопрос, наверное, тоже. Юниорский чемпионат мира сейчас идет, показывают. Естественно, все там еврохоккей-туры мужские показывают, показывают чемпионаты мира. Народ в 4.30, я помню, или в 3.30 мы вставали, когда шли Олимпийские игры наши, играли с Канадой. Но такого ажиотажа, когда идет женский хоккей, даже чемпионат мира, нет. Вас это обижает, или вы, в общем, спокойно к этому относитесь? Понимаете, что придет свое время? Нет, ну, конечно, обижает, что к нам не уделяют внимания. Вот, это то, что очень большое количество поклонников наших не могут посмотреть игры, приходится там через интернет смотреть на сайте. Вот, и как бы время неудобное. Вот, конечно, обижает, потому что это влияет на развитие женского хоккея. А так вот чисто девчачьей популярности не хочется, чтобы идти по улице, и все говорят, я ее вчера видела, она вчера на льду выходила, я ее там вчера посмотрела, как она там гол победный забрасывала. Или просто хочется, чтобы действительно во благо спорта это было. Да, во благо спорта. Ну, я думаю, что и популярность тоже не мешает. И, например, мне очень приятно будет, когда там Свету будут узнавать, хотя наверняка ее узнают где-то там в пределах двора и улицы. Ну, понятно. С другой стороны, когда видишь, там даже на фотографиях, в шлемах, в амунициях бедные замучены, а тут приходят такие роскошные красавицы, тонкие, звонкие, с макияжем, и не узнаешь, что, собственно, без шлема. У нас очень красивая девчонка. В Канаде, вот когда играли, очень приятно, когда идешь, там болельщики подбадривают, поддерживают, там даже подходят, там говорят, вот вчера там гол забили, мы видели, молодцы, там поздравляют, как бы узнают даже там, а в России нет. Ну, это вопрос о популярности хоккея. Да, потому что там все смотрят и знают, что происходит, следят за этим, а как бы есть возможность показывают, а здесь нет. А национальная... Потом я думаю, что, я извиняюсь, здесь еще связано, ну, скажем, может быть, с таким маленьким политическим моментом, что, ну, если вид спорта проигрывает, то зачем его показывать? А вот после вот такого результата хорошего, я думаю, дело сдвинется, а тем более сейчас Сочи уже, вот, как бы с февраля, да, там уже будут смотреть. Давайте об олимпийских перспективах женского хоккея поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь вместе с нами, это программа на своем поле. Доброе утро, 11.31 в Москве, вы слушаете программу на своем поле. Сегодня обсуждаем перспективы, в том числе и олимпийские женского хоккея. У нас в гостях Юрий Новиков, это тренер, собственно, помощник, наверное, да, правильно, главного тренера женской сборной России, и Светлана Ткачева, обладательница бронзовой награды. Хотя вот я смотрю на ваши титулы, сейчас все зачитаю. Семикратная чемпионка России, четырехкратный серебряный призер чемпионата России, обладательница Кубка Европейских чемпионов, бронзовый призер Кубка Европейских чемпионов, участница зимней олимпиады. Все перечислили титулы? А, трехкратный обладатель Кубка Европейских чемпионов. Неплохо, в общем. Шея не тянет, когда вы все медали на себя натягиваете, свет надеватель? Не знаю, не пробовала. Вот мы заговорили про Олимпиаду, давайте немножечко на этой теме сосредоточимся. Понятное дело, что сейчас все отчаяния и стремления любых спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, связанные с Сочи, вы отобрались на игры? Да, мы отобрались. Это было после чемпионата мира или где-то раньше это происходит? По итогам чемпионата мира прошлогоднего мы отобрались на Олимпиаду. То есть вы уже с перспективами на Сочи ехали, на вот этот чемпионат мира, который был в Канаде. Да, конечно, мы уже знали, что мы попадаем на Олимпиаду, уже на перспективу ехали. Наигрываете позиции, наигрываете комбинации, звенья, отрабатываете? Или пока еще, Юрий Николаевич, рано? Нет, это идет как бы в едином направлении. Чемпионаты мира, любые соревнования, они идут как бы в одну линейку и тактически. Ну, понятно, к Олимпийским играм что-то может еще чуть-чуть поменяться, но как бы дорога одна. Состав, в общем, уже тоже определили. В общем, да, хотя на Олимпийские игры немножко там укороченный состав. У нас что-то 18 полевых игроков, да и три вратаря, по-моему. А на Мире сколько было? Вот, там 20 полевых игроков, поэтому конкуренция будет очень такая серьезная. Кого-то отсеете. Ну, что делать, все может быть. Вы знаете, где вы будете играть? Вы знаете, с кем вы будете играть? Или пока все это для вас под завесой тайны, это будет ближе решаться непосредственно? Света? Знаем, с кем будем играть. Уже отборочные все этапы пройдены. Значит, у нас в группе будут команды Швеции, Германии и Японии. Четыре группы, четыре команды. Четыре команды. Ну, давайте, наверное, не будем сразу забегать, но тем не менее. Японию, наверное, отбросим в качестве основного конкурента или нет? Ну, не знаю, такая темная лошадка. Очень редко с ней встречались. Так что не можем сказать. Но они тоже отобрались, там у них была серьезная группа отборочная. Так что никого нельзя сбрасывать. Ну, у вас, наверное, нет такого, да? Проходной, непроходной. Нужно выйти на каждый матч, как на последний. Билеты уже можно купить на вашей поединке? Ну, я думаю, можно, да. Уже организационный комитет Олимпиады на своем сайте, наверное, распространяет информацию. Уже можно заказывать. Я бы посоветовал болельщикам, особенно женского хоккей, уже быстрее билеты покупать. Потому что их может не быть, ажиотаж. Да ладно? Сто процентов. Слушайте, ну как здорово. Когда, наверное, играешь при полных трибунах, это совершенно другие ощущения, да, Света? Вот наверняка же, когда вы приехали в Канаду и играли там при полных переполненных залах, это другие эмоции. Ну да, конечно, очень приятно играть, когда полные трибуны. И тем более там на своем поле, если там за тебя болеет такое количество людей. А в Канаде-то против все трибуны болели, да? Ну да. За своих. Да, в основном болели против. Но все равно, как бы, они объективные болельщики. Там всегда поддерживают, там аплодируют. Очень приятно играть. Нет, ну тем не менее, значит, приходила делегация из посольства, все время с флагами наших посольств в Канаде. И так наши, наверное, соотечественники, в общем-то, очень тепло нас приветствовали, поэтому мы как бы чувствовали поддержку на свет. Да, чувствовали. Удели наших болельщиков с флагами, очень приятно. Их было немного, но они были с флагами. Да. Мы шумели, да, и радовались, когда мы там бронзу выиграли, поэтому хорошо. Ну, а вы уже видели тот спорткомплекс, в котором вы будете в Сочи на лед выходить? Или пока для вас еще этот лед остается закрытым, вы еще не опробовали, не пытались, в общем, не приноравливались к нему? Нет, мы еще не опробовали. Но хочется уже, наверное, в родные стены. Ждете каких-то особенных эмоций от именно домашней Олимпиады? Потому что цвет яд, да, выяснила, что вы уже были в Ванкувере в 2010-м. Чего ждете от Сочи? По эмоциям, прежде всего, интересно. По эмоциям. Ну, хочется, чтобы зрители пришли у нас посмотреть, поболеть, показать достойный хоккей, и, конечно же, выиграть медаль олимпийскую. Игорь Николаевич, а если можно, вот понятно, что все заранее, понятно, что никто никаких не делает прогнозов, но, тем не менее, вот этот олимпийский турнир, как вы считаете, для нашей сборной как будет складываться? Ну, когда, скажем так, нас назначали щеканом на эти должности, то перед нами поставлена была задача быть уже в тройке призеров на чемпионате мира. Но основной упор, это делалось, конечно, на Олимпиаду, и там задача конкретная, жесткая, значит, быть опять вот в тройке, не ниже бронзовых медалей. Это реально, это трудно, потому что соперники очень хорошие, и, как бы, их надо уважать. И в Европе, ну, про Америку, Канаду это, как бы, отдельно. Но, тем не менее, вот, как бы, мы уже подошли к тому, что мы можем бороться за бронзовые медали, и обязаны, в общем-то, их выигрывать, и тогда, скажем, все будут довольны, все будут счастливы. Но задача-то сложная. Задача сложная, потому что вот при всем при том, что у нас вот сейчас была очень сильная команда, на самом деле, она сильная и по духу, и по мастерству, и девчонки молодцы. Но настолько тяжело давались победы. Играем с чехами вроде, ну, там молодые девчонки, ну, не должны быть таких проблем. Ну, так с таким трудом все идет, со швейцарцами с каким трудом. Там один-один мы играли три периода, и за семь минут, вот, по-моему, там швейцарцы попадают в штангу. То есть, если бы от штанги шайба попала в ворота, там вообще все перевернулось бы. Очень серьезная конкуренция, очень серьезная борьба. Девчонки все в Европе обучены, играют как мальчики. Поэтому вот любая победа этих девчонок, она, на самом деле, стоит очень дорого. Расскажите мне вот немножко по правилам. Вы про площадки понятно, да, то там и там играете. А в остальном все такие же правила, которые действуют и для мужчин. То есть, вы также играете три периода по 20 минут, у вас те же самые, там, смены. Техническая вся та же часть. А вот что касается правил, Света, там немножко отличается, да? Да, расскажите, чем вот... Да, отличаются они от силовой борьбы. Ну, запрещены там толчки на борт. Тавгаев у вас нету, к счастью. Тавгаев нет, но каждый может за себя постоять. Так что, все-таки, контактный вид спорта и... А случаются, кстати, вот какие-то такие вот силовые противостояния между девчонками? Ну, конечно, случаются. Чтобы шлемы, там, краги летели на лед? Ну, нет, краги не летят, но бывает всякое, да. Так, а что еще, помимо силовой борьбы, что еще у вас запрещено? Или, в общем, это все? Ну, остальное как бы так. Ну, нет, остальное то же самое. Но, тем не менее, очень много столкновений, и игра очень жесткая. И надо иметь еще раз мужество, чтобы, скажем так, не отвернуться, не отойти в сторону. Поэтому в хоккей играет не только настоящий мужчина. Ой, это правда. Не страшно, Свет? А девчонки еще настоящие, наверное. А в жизни вы наверняка же... Вот я на вас смотрю, я никогда вас не могу представить вот на льду, идущий в силовое, там, противостояние. Ну, пусть там разрешенно, да, или там один на один к воротам. Я не представляю вас. Вы такая нежная, вы такая хрупкая, вы такая улыбчивая. У вас это есть на площадке, на льду? Конечно, я же защитник. Даже нападающий. Как бы, нет, вы знаете, это часть игры, и ты даже не задумываешься. Без силовой борьбы это не хоккей. Ну, как так? Играть и там не столкнуться, там не встретить игрока, это уже немножко другое. А сила у вас сколько продержаться? Час игрового времени, чистого только, а еще сколько он растягивается матч еще на час, не менее. Откуда у вас столько? Вот нас так готовят. Очень интенсивно. А расскажите вообще, вот, ваш примерный день. Как тренируется сборная России по хоккей? Вот вы на сборы, Юрий Николаевич, да, вот привезли команду, и Светов тоже сейчас вам поможет. Как выстраивается ваш день? Ну, я вам скажу так, день очень насыщенный. Ну, в зависимости, конечно, от этапа подготовки, и близости к соревнованиям. А так вот мы проводили сборы, где-то в 7.40 у нас зарядка была на льду или на земле, где-то 30-45 минут. Потом завтрак, небольшой отдых, и где-то там в 9.50 мы начинали опять подготовку уже, ну, сухую мы называем, там в зале какие-то занятия. Потом там в 10.30, в 11 выходили на лед, опять обед, немножко там где-то 2 часа, если ему удавалось отдохнуть, не больше. И потом опять цикл пошел, опять зал, опять лед. И так вот, я скажу, что нагрузка на нас, на тренеров, мы уставали, мы уставали на самом деле. А думаю, как же они-то? Ну, они вот настолько, еще раз, если, скажем так, девушка верит во что-то, то у нее сил там откуда-то внутренних набирается столько, что мы сами удивляемся, вот они идут вроде такие, вот, а клюшки берут как большие уже все становится уже все. А так вот такие красивые, хорошие. Света, а не было желания бросить эту клюшку? Все, больше не могу, наелась. Ну, нет, бросить не было желания, конечно. Бывают разные этапы, когда тяжело. Но, в принципе, нас и тренируют, чтобы нам было тяжело во время тренировочного процесса, но легко в игре. Поэтому мы понимаем, для чего это все делается. Ну, нельзя тренироваться с 7.40 утра до 9 часов вечера с перерывом, больше сложности в 2 часа. У нас еще теоретическое занятие еще. А, то есть можно посидеть, но мозги включать приходится очень сильно. Да, еще вечернее занятие, да, у нас, в принципе, вот на сборах весь день расписан буквально по минутам. Это очень интенсивный график, да, действительно. Приходится тяжело, но зато есть результат. А не хочется домой прийти, потом сказать маме подмышку или к мужу сказать «все». Ну, бывает по-разному. Поддерживает. Я думаю, когда они видят вот результат вот всего этого, то уже как бы вот этот результат их и ведет вперед. Ну, мотивирует. С верой в себя, да? Да, да. Ну, я так понимаю, что родные с пониманием относятся к тому, что вы в сборной, что вас никогда нету, что вам нужно помогать, что вы все время устаете. Или так смотрят косо, говорят, «Деточка, лучше бы ты вот замуж вышла, борщи варила». Или они так говорят, да-да, конечно, давай, честь страны поддерживай. Как свет происходит у вас? Ну, мой выбор уважают. Понимаю, что я играю, что это моя жизнь. На данном этапе для меня это самое важное. А кто для вас самый главный болельщик? Кого вы хотите видеть каждый раз, когда вы ходите на лед? Ну, у меня брат самый главный болельщик. Он следит за всеми моими играми, как бы отслеживает по интернету, там, если есть возможность, там, за статистикой. А также молодой человек всегда следит тоже за играми. Ну, у него очень интенсивная работа, он не всегда дается. Он не хоккеист? Нет, нет, он не хоккеист. Странно. А где вообще девушки-хоккеистки успевают знакомиться с молодыми людьми? Мне кажется, они либо на сборах, либо на турнирах, либо отдыхают, потому что между сборами и турнирами хочется просто поспать. Ну, вот у меня молодой человек стоматолог. Мне кажется, это очень правильная профессия для человека, который играет в хоккей, да? Прекрасные фотографии на хоккей. Нет, мы в маске, в принципе, нет. У нас нет проблем там вот с травами лица там или... А вы, кстати, по правилам обязаны, да? И в шлемах играть, и в визорах обязательно, да? Да, у нас все в маске обязательно, да. Ну, да, в общем, если Александра Овечкина уйдет некая щербина между зубами, то, наверное, девчонки-то они хранят собственную красоту. Да, ну, вы знаете, все равно вот Юрий Николаевич уже сказал, что вот мы в финальном матче столкнулись с девочкой, она просто вылезала через камейку и попала мне черенком клюшки в нос. Ой, ужас. Да, так что такое тоже возможно. После чемпионата мира синяки считали, свет, сколько на теле было? Ну, вот мы, знаете, как гордились. И вот у меня там синяк от этого, от этого все-таки как-то во время игры стараешься не обращать на это внимание, потому что у всех там, кому там дали по ноге, кому там попали шайбы, у кого там травмы, и видишь, что все борются, и все не обращают на это внимание, поэтому наоборот как-то это объединяет и еще больше злит. Вот вы нам шайбы, а мы вам гол забьем. Слушайте, у вас, наверное, доктор без работы вообще не остается. Хватает работы всем. На сборах девчонки тяжелые. И массажисту, да. Там у нас хорошая очень команда такая, обслуживающая, так что они... У вас вообще, я так понимаю, хорошая именно команда. Вот у вас в полном смысле этого слова команда. Ну, как бы получилось так, да. И я думаю, что вот благодаря всему вот хорошему по кирпичику вот эта победа и пришла. У вас еще и менеджер есть, да, со знаменитым вынем Алексея Яша, да? Алексей Валерьевич, это вообще гигант такой. Мы вообще в шоке. Благоговеете перед человеком с таким именем. Ну, представьте, в ряду я скажу, я вот говорю, я с тобой здоровый, с тобой пасуюсь там. Я тебе передачу даю, а мы там иногда тренировки проводим такие с ним. Так что, конечно. И он оказался очень таким простым парнем, доверчивым, открытым, без всякой там какой-то там звездности. Поэтому мы даже были удивлены и очень приятно с ним работать. Как раз для того, чтобы с девочками работать, да, Света? Да, мы были очень рады этому назначению. Вот он очень близился наш коллектив. Ну, продолжим обсуждать хоккейные перспективные сборы на нашей женской команде. Времени остается у нас всего ничего. Около 13 минут, а вопросов еще много. У нас в гостях Светлана Ткачева, обладательница бронзовой награды чемпионата мира по хоккею среди женских команд. И Юрий Новиков, человек, который тренирует и помогает главному тренеру. Если у вас есть вопросы, то вы можете задавать их по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо свои комментарии оставлять на сайте Финам.фм, на страничке программы на своем поле. Вот пришел вопрос, который не могу вам, Светлана, не задать. От тезки, от моей, от Натальи. Девчонки, а кто вам сумки с формой носит? Особенно в ротарю. Там же баула, как в былые времена у Челнокова на Черкизовском. Кто носит? Сами носим. Да ладно. У нас сейчас баула на колесиках. Вот. Сами справляемся. А вот у ротарей, конечно, у них там тяжелее. У них по две сумки. Они там бедные. Уже тяжело приходится. Помогаете как-то друг другу? Или тренеры тут в этот момент говорят, давайте я. Я как мужчина помогу. Или нет, Игорь Николаевич? Девчонки сами. Нет, ну у нас опять принято так все делать дружно, все вместе. И когда мы, например, приезжаем в аэропорт, идет погрузка, разгрузка, то в этом практически участвуют все. И девчонки помогают друг другу. И у нас там в нашей команде, скажем так, в тренерской, и массажисты, и врачи все берут и помогают. То есть так все. Как бы единая такая детка-зарепка. Вот так. И все. Ну когда вы проводите, наверное, больше, чем по полгода вместе, наверное, сложно, да? Не дружить. Лучше сохранять теплые отношения. Света, согласно, покевала головой, они конфликтные. И вообще вопрос вот этой психологии, взаимоотношений в коллективе, он очень важный. Потому что на самом деле много сборов, много соревнований. И здесь очень важно создание вот этой атмосферы. Это в первую очередь идет от тренеров. Положительный вот такой заряд эмоциональный. И вот как бы это очень важно. Чтобы как-то девчонок все время создавать им какой-то тонус хороший, положительный. А дружите с кем-то из команды вот просто вне льда? Или вам хватает общения на тренировках и на сборах? И, собственно, уже хочется в свою компанию, к любимому там родному семейству, к молодому человеку поближе прислониться? Как у вас это? Да, дружим, ну, в основном с девчонками из своих команд. Куда-то можете сходить, как-то вместе проводите время. Вы не надоедаете друг другу? Ну, всякое бывает. Нет, ну, можем, конечно, вместе сходить. Вот. Ну, редко так получается. Но пакости друг другу точно не делаете, как вот рассказывают там всякие страшилки балетные, насыпать сибитого стекла в пуанты или там шнурки разрезать кому-то. У вас нет такого? Вы все, в общем, друг другу помогаете? Нет, ну, только какие-нибудь подколы. Добрые? Да, добрые. Свет, расскажите мне, но я не могу пройти мимо этого вопроса. Мы общались не единожды с представителями, скажем так, не совсем женских видов спорта и тяжелоатлеты, и лифтеры, и штангисты. Вот вы и хоккей, откуда это? Как я начала заниматься хоккеем, в детстве, значит, у меня брат играл в хоккей. Главный критик ваш? Да, да, вот скорее главный критик. Он больше критикует, чем хвалит. Он очень так строго смотрит и сразу говорит там негативные моменты, и уже потом там выхвалить мужу. Да, такой критик. Вот. Брат занимался, в общем, открылась женская секция хоккей-группа. И как бы папа предложил, давай попробуем. Ну, до этого я фигурным катанием занималась. Попробовала. На коньках стояли? Да, на коньках я стояла. Только они немножко отличаются, коньки фигурные, от хоккейных. Но, в принципе, равновесие держали. Да, вот с тех пор занимаюсь. Удивительно. И родители сами поддержали, и мало того, еще и сами предложили? Ну, да. Вот папа как бы предложил, а, ну, маме ничего не оставалось. Как бы чиниться. Ну, да. Юрий Николаевич, а как вы считаете, ну, вы, наверное, просто не то, что считаете, вы знаете, приходят из других видов спорта, как правило, хоккей, или изначально туда планируют прийти? Вот ваше... Ну, сейчас уже, наверное, приходят маленькие девочки, хотя, еще раз, у нас немножко ограничено вот это возможности заниматься хоккеем девчонкам, но уже целенаправленно приходят сразу заниматься хоккеем. А так кто-то может перейти из фигурного катания. Это плюс или минус, вот когда приходят из других видов спорта? Ну, я думаю, это плюс даже, но надо смотреть, в какой период возраста, скажем так, потому что если немножко поздно, уже будет сложнее заниматься хоккеем. Так, а когда нужно заниматься, начинать, чтобы вот как Светлана достичь высот в мировом спорте? Ну, это очень сложно сказать, потому что у нас есть случаи, когда девчонки там и в 10 лет начинали во дворе, по-моему, кататься там. А это поздно уже? Ну, как бы по меркам мальчиков это поздно, а для девочки это, да, это реально, и она является Таней Буриной там ведущим игроком у нас. Вот, поэтому здесь возраст, как бы мне кажется, до 10 лет можно смело, как бы, начинать заниматься и не бояться этого. Все зависит от желания, от способностей, конечно. Ну, у нас радиостанция, вещающая на Москву и Мособласть, не будем говорить про команды из Красноярска, например, из Нижнего Новгорода, где занимаются в Москве. Вот, растет девочка 10 лет и говорит, все, мама, я посмотрела на чемпионате мира, как наши девчонки играли, хочу тоже. Куда идти? Значит, в Москве немножко, как бы, ситуация сложная. Почему? Потому что до сих пор не принято решение о создании взрослой команды. Москва, ну, как известно, большой город, и вообще это, ну, хотим или нет, столица, локомотив всего. И, конечно, вот эта команда, она бы очень нужна была, взрослая команда, для развития хоккея женского и для развития хоккея, в том числе, в Москве. Есть, опять-таки, единичные случаи, когда девочки приходят заниматься с мальчиками, вот примерно, как Света начинала. То есть, спортивных школ очень много в Москве, и Москва уделяет внимание, спорту много. Вот. И вот, но единственная пока возможность это приходить, заниматься с мальчиками. Но есть в Бутово школа, которая ориентируется только на девочек. Да, уже вот как бы... Да, да, уже хорошо. Еще где-то там... В Подольске школа. Ну, мы сейчас по Москве говорим. Нет, нет, можно и Подольск, почему нет? Вот, пока мы по Москве, как бы, да, еще где-то вот хотят создать. Но все равно это мало, и нужна, конечно, для развития этого вида спорта, нужна программа государственная. А по области, Света, расскажи. В Одинцово школа. Девочки занимаются... Вот я знаю, по-моему, еще на Центральном. В Атланте. Область в этом плане, я думаю, немножко имеет преимущество. В Москве. Там география хорошая, но самое главное, там есть ведущая команда Торнадо. Это сильнейшая команда. Вот Света сказала свои там регалии, но я так сравниваю, думаю, только у нас раньше ЦСКА, вот красная машина была, они все выигрывали в свое время там. И также у нас Торнадо. Вот. И сейчас область создает вторую команду, взрослую. Где, Света? Можайский. Можайский будет команда. Вторая, взрослые команды. То есть вот это уже структура как бы. Свет, ну а вам во внутреннем чемпионате наверняка же не очень интересно играть. Понятное дело, что вы точно так же, как на мировом чемпионате американки или канадки, выходите и громите просто всех подряд. Или уже подрастает в регионах хорошая женская такая команда? Не знаю, в любом каком-то городе. Вы уже говорите, да, надо как-то опасаться. Ну, да, конечно, девчонки молодые подрастают. Вот сейчас в этом году заявилась Тюмень. Неплохие девчонки молодые, они давно играют вместе. Вот такой боеспособный коллектив. То есть уже нет такого шапкозакидательства, вышел на лед и выиграл без вопросов? Да нет, конечно, нет никакого шапкозакидательства. Понятно, что это чемпионат России, ну, этап подготовки к дальнейшим играм нашим, там, на Еврокубке, там, или в сборной на этапах. А конкуренция от молодых игроков, они-то подрастают, не боитесь? Нет, ну, конкуренция это хорошо, потому что есть толчок к развитию, надо быть лучше, надо быть сильнее, поэтому, наоборот, это здорово, что там есть молодые девчонки, которые приходят, занимаются только радостью. Ой, а не кривите душой, а место-то в сборной одно. Ну, должен играть сильнейший, кто будет сильнейшим, тот и будет играть. Нет, здесь вот этот вопрос конкуренции, он, конечно, есть, но это часть жизни спортсмена и тренера, и если это спортсмен или тренер не принимает как должное, он мучается все время, да, вот там, меня подсидят, меня там это, а когда он принимает как должное, он ничего не боится и работает, а там уж спорт, кто сильнее, тот на самом деле будет играть. Поэтому вот я верю просто этим словам Света, и я вот, мы как бы чувствуем, что это такая у нас, и нам удалось создать такую обстановку, вроде там есть конкуренция, но в то же время это конкуренция не злая, вот, а такая спортивная. Вполне правильная. Потому что мы объяснили, вот как раз, когда мы Катю Пашкевич приглашали, и были сомнения, опять взрослый игрок, там из Америки, уже давно ее никто не видел, вот, но мы говорили так, объясняли, что если вот Катя нам поможет выиграть, укрепит команду, и мы вот в этой команде выиграем бронзовые медали, то вы все девчонки только скажите нам спасибо. Вот и все. Так же это касается любого игрока. Они же хотят выиграть, хотят, но кто-то не попадет, и, к сожалению, это самое сложное, наверное, для тренера, это когда объявляют состав перед соревнованиями. Сердце замирает. Вот, это да, это тяжелая, как бы, ситуация, но что сделаешь? Ну, это спорт. Это спорт. Вы сами выбрали. Да, 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 поэтому здесь к этому надо относиться только так. Света, вы видите себя вне профессионального спорта, или, в общем, настолько вам ваша жизнь нравится и дорога, что, в общем, вы и не подумываете о том, что завершать над карьеру? Ну, я пока не собираюсь завершать карьеру, ну, конечно, надо думать о будущем. Тренерство? Ну, тренерство у нас, не знаю, как это возможно, потому что... Как невозможно? Нам нужно поднимать российский хоккей женский на высокий уровень. У нас есть, Юрий Николаевич, надо еще таких вот доброжелательных, все понимающих тренеров. Ну, если будет предложение, рассмотрю с удовольствием. Но пока будете играть. Пока играть. Да, конечно, пока играть, пока все. Пока Олимпиада, медальки хочется. Да, очень хочется. Ну, я думаю, что для вас, собственно, это то, чем вы сейчас живете. Для вас пока и хоккей, и Олимпиада, это то, о чем вы думаете, засыпая и вспоминаете, просыпаясь. Или вы стараетесь как-то абстрагироваться и немножко на другое уйти, отдохнуть немножко? Есть такое? Ну, сейчас отдыхаем, а так, конечно, есть. То есть у вас сейчас отдых? Да, у нас сейчас отпуск. Ой, счастливое время, это редкий случай. Юг, море, отдых или просто отоспаться? На море хочется съездить, конечно, покупаться, ну, и отоспаться тоже. А сезон у вас когда начинается? У нас первый сбор с 19 июня. А, то есть у вас еще есть ООО примерно два месяца? Ну, да, примерно. Но все равно уже как бы заранее начинаем индивидуальную подготовку, потому что на сборы не придешь, там сразу нормативы. Странно? Да. А там конкуренция сладит, там кубчеменские молодые девчонки за плечами стоят и говорят, подвиньтесь, тетенька, я тоже хочу в сборную. А средний возраст команды у нас какой? Ну, мне кажется, где-то 24 года. Ну, вообще такой. Хороший год, да. Но есть, кто повзросли, а есть девчонки с 17 лет, привлекаются в 18. Ну, это же самый класс, когда есть сплав молодости, желания, азарта. Ну, вот мне показалось, что все горят одним желанием играть, выигрывать. Вот у вас такой вот, по крайней мере, по тому рассказу, какой вы нам сегодня. Так на самом деле есть, конечно. Ну, это заслуга, мне кажется, и самих девчонок, и тренерского штаба, который вот сумел создать такое. Я вас искренне благодарю, мне очень было приятно, что вы пришли. Жаль, что у вас отпуск, и мы вас оторвали от отдыха, но я надеюсь, что это во благо, и может быть, кто-то послушал, скажет, да, я тоже хочу играть. Значит, обязательно, вот лозунг, идите быстро, ведите детей и девочек на хоккей срочно. Срочно, до Олимпиады еще немножко есть времени, можно успеть. Я напоминаю и благодарю, во-первых, Светлану Качеву, обладательницу бронзовой награды чемпионата мира 2013 года, Юрия Новикова, наставника, помощника, главного тренера нашей сборной. Я желаю вам, во-первых, сил, во-вторых, хорошего отдыха, и все-таки, чтобы дома в Сочи родные стены помогли, и план, который у вас есть, медальный, вы его обязательно выполнили. Спасибо, мы будем за вас болеть. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Это была программа «На своем поле». Болеем за наших.